Так, я вам представляю, ваше внимание, это у нас Ирга Ламарка на Шпалере. Вот такие, это в питомнике Невакия. Значит, высота у нее сейчас где-то 3 метра, а ширина Шпалеры где-то 2,5 метра. Вот, то есть, так, опять по-прежнему с нами Кирилл, это главный управляющий питомника Невакия. Вот скажите, отличительные особенности именно Ирги Ламарка на Шпалере? То есть, чем она уникальна? Это отличная форма, которая может придавать зональности любому саду, выполнять роль кулисы. Также она имеет отличный темный лист мелкий, который создает плотную форму кроны. И очень важно понимать, что это также плодовая культура, и при достаточном уровне агротехники эта шпалера покрыта крупными, очень сладкими плодами в конце июня, которые можно собирать. И стрижка только стимулирует, стрижка этой формы стимулирует образование плодов и их размер и, скажем так, вкусовые качества. Мы очень любим... То есть, грубо говоря, это плодоносящее растение, которое можно плоды употреблять в пищу. Да, и одновременно очень декоративная и интересная форма. То есть, а у нее декоративность за счет листа, да? Такой блестящий лист, да? Блестящий мелкий лист, очень хорошая зимостойкость и плодоношение. Также стоит отметить майское цветение. Это белая стена абсолютно такая. Когда растение в цветении, листа нет. Это полностью покрытая ширма белыми цветами. Очень интересно. Такой вопрос. Осенняя окраска у нее какая? Осенняя окраска ярко-оранжевая, лососевая. И осенью она приобретает абсолютно новый вид и является ярким акцентом в любом саду. А по сравнению, например, вот мы недавно отсматривали рябину обыкновенную на шпалере. То есть, у рябины, у нее что же такое, оранжевый? У рябины больше желтый, а здесь такой оранжево-лососевый. А, все! Они имеют разное, и каждая по-своему интересная окраску разную. Очень яркие акценты. Ее очень любят применять в любого рода садах. В большой площади, малой. Можно делить, как раз малые сады делить на небольшие зоны. Это придает объем саду. Все понятно. И животрепещущий вопрос для нас, для Татарстана. Это ее зимостойкость, морозоустойчивость. То есть, как она у нас... У нас четвертая зона морозостойкости. Ну, наверное, ближе к третьей мы иногда приближаемся. То есть, у нас иногда морозы под минус 30, они идут 4-5 дней. Ну, это максимум вот так. Что по этому поводу можете сказать? Питомник Неваки находится на северо-западе Московской области. У нас тоже случаются морозы и ниже 30 градусов в январе. Держатся иногда больше недели. Растения абсолютно реонированные. Вот эти экземпляры больше уже 5 лет выращиваются в питомнике. Видите, плотность крона. Обмерзания абсолютно никакого нет. И мы рекомендуем Иргулу Ламарко для Республики Татарстан. Все понятно. Вот, значит, у нас сейчас четко вырисовывается картина по шпалерам. То есть, мы в своем озеленении, в крупномерном озеленении, в ландшафтном строительстве применяем два вида растений. Это рябина обыкновенная на шпалере и Ирга Ламарко на шпалере, которые прекрасно себя ощущают. И, как мы понимаем, эти растения у нас из достойного питомника Неваки, с которым мы активно сотрудничаем. Сейчас я сделаю такой небольшой прям обзорчик. То есть, на это можете не смотреть. Здесь у нас какие-то вещи, закладка произошла, какие-то доходят. То есть, это не означает, что это поступает в продажу. Вот, видите, здесь вот еще происходит только растягивание на бамбучины. Вот такая Ирга Ламарко на шпалере. Я ее видел весной, летом. Вот мы в июне. Очень, конечно, интересно. Вот ее плоды. Вот, смотрите. Ну, а одно из достоинств. Ну, вот она, Ирга Ламарко на шпалере. А, ну, вот здесь это, получается, заложили в 2012 году, да? Да? В 2012 году. Вот, 9 ноября 2012 года. Ну, сейчас вот 2019 год. Получается, скоро ей будет 6 лет, да? Да. Это готовая уже форма. Готовая форма, видите? То есть, на протяжении 6-7 лет вот такие формочки у нас готовы. Ирга Ламарко на шпалере. Смотрите. Ну, вот интересная. Да, интересная. То есть, у нее такая плотная структура. Сейчас покажу еще раз. Я напоминаю, это мы находимся в питомнике Невакия, Волоколанск, Московская область. Вот такие шпалеры. Ну, на мой взгляд, очень достойные экземпляры для ландшафтно-паркового строительства. Именно где-то вещи, которые закрывать заборы, от соседей закрываться и прочее. Пожалуйста. Пожалуйста.